Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Майя Санду отчаянно сопротивляется. За все время своего президентства она не допустила ни единого высказывания, которое можно было бы назвать антироссийским. Но прододоновские СМИ упорно ее подталкивают к тому, чтобы разбить горшки с Россией. Директор Института эффективной политики и политолог Виталий Андреевский прокомментировал опасные провокационные домыслы журналистов из-за Додоновского пула. Итак, зачем этот бред? Людмила Бельченкова. Запад ждет одного, чтобы Молдова была в одном строю с Украиной и другими недружественными России странами. Понятно еще, когда подобные говорят или пишут политики, но зачем журналистам повторять этот бред? Во-первых, отношения с Россией испортил Воронин. Прочтите его высказывания 4-6 года. И он же наладил отношения с Украиной, где президентом был Ющенко. Напомню, что вопреки позиции Путина, Воронин не признал второй тур выборов и приехал на инаугурацию Ющенко, победившего в третьем туре. Из стран СНГ были только Воронин и Саакашвили. Почему-то вы все бывшие в команде Воронина не возмущались всем этим в те времена. Во-вторых, увы, но Кремль сам толкает Молдову к тому, чтобы стать недружественной по отношению к России. Постоянная эмбарго на различные молдавские товары. Вспомните, как это возмущало Воронина. Отказ выводить армию и ликвидировать склады с боеприпасами. Активное вмешательство в выборы российских СМИ. В 2005-м Воронин даже приказывал снимать с эфира некоторые российские передачи, в которых его критиковали. И однажды в Молдове два дня подряд транслировали одни и те же новости. Как раз свежие пришлись снять из-за критики в адрес Воронина. Увы, все это было. А Санду пока отчаянно сопротивляется. За все время своего президентства она не допустила ни одного высказывания, которое можно было бы назвать антироссийским. Но вы упорно ее подталкиваете к тому, чтобы разбить горошки с Россией. Зачем? В-третьих, а что значит недружественные России страны? Как понять, кто дружественный, а кто недружественный? И как это определять? И последнее, если бы Запад хотел, чтобы Молдова была недружественной, то он бы не склеивал коалицию Санду с Додоном. Но Запад хотел в Молдове мира и согласия, а Додон хотел власти и разорвал коалицию. Глава Минюста сравнил решение суда с досрочными освобождениями экс-премьера Филата в 2019-м, пригрозив, что подобные прецеденты дорого обойдутся правовому государству. Нагачевский также напомнил, что сейчас распущен парламент правительства в отставке, а часть членов высшего совета магистратуры снял с должностей КСМ. Сейчас у нас одна политическая сила – президент, а господина Платона оправдали. И что делать? Кричать? Что это всю юстиция президента, которая оправдала Платона? Как делал ПАС, когда освободили Филата? Отметил Нагачевский и призвал как можно скорее провести реформу системы юстиции, подготовленную Минюстом. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте про комментарий внизу под видео.